И вот так уже 25 лет. С огоньком, с задором и главное с медалями. Авиационно-технический спортивный клуб «Сокол» отмечает 25-летие. С одной стороны возраст еще юный, с другой уже есть чем похвастаться в хорошем смысле этого слова. Зрелого парня возраст уже, да. Конечно, есть чем гордиться, хвастаться в хорошем смысле этого слова. И чемпионы, и мастера спорта, и заслуженные мастера спорта. И очень хороший рубеж для того, чтобы понять, куда двигаться дальше. Очень приятно, что есть молодежь, которая приходит в парашютный спорт уже с багажом спортивным, назовем его так. Это и пловцы, и бегуны. То есть они начинают прыгать в парашютно-техническом многоборье. Единственное, что я могу сейчас прорекламировать, это и те достижения, которые благодаря этому клубу были достигнуты. То есть мы многократные чемпионы России уже на протяжении 15-16 лет. 17, да, 17 лет. И однозначно десятикратные призеры кубков, чемпионатов Европы и чемпионатов мира. На праздник приехали не только желающие в очередной раз выйти из самолета на высоте, но и те, кто стоял у истоков парашютного спорта под знаменами спортклуба «Сокол». Это моя жизнь. Я прожила в парашютном спорте всю свою жизнь. Не то что сознательную, но и несознательную, наверное. Вот сейчас мне тут вручили фотографию, мою первую, как говорится, первую фотографию, которая была здесь сделана на заводе. Вот, в общем-то, я так подумала, что вся жизнь прошла в парашютном спорте. А вот и они. Современная гордость Нижегородского спортклуба. Эти на вид юные спортсмены уже покоряют вершины парашютного спорта. Тут и слезы, и пот, и кровь. Ведь многоборье – очень тяжелый вид спорта. Он включает в себя и бег, и плавание, и точность приземления. И чтобы быть лучшим, нужно постоянно держать себя в форме. Это ежедневный кросс, это бассейн. Все это делает человека очень сильно, на самом деле. В том, что парашютный спорт для смелых людей, нам удалось убедиться лично. И далее, как говорится, без комментариев. Кроме телеведущих, нам на сегодня нельзя терять. Как говорили и древние. Боятся все, смельчаки и трусы. Поступают по-разному. Может, передумаешь? Можно. Он передумал, только его не выпускают. Давай, передавай привет маме. Маме нам говорить, что надо. Я лучше привет, когда внесу, приземлится. Тогда передам. Самое страшное было, это сам выход непосредственно с самолета. Я орал, и здесь, наверное, даже слышно было. Спасибо огромное, спасибо. Это самый крутой чувак. Спасибо, Кирилл, за это удовольствие. И, знаете, реально я получил глоток вот этого неба. Вот этого самого неба. Но я поначалу орал, я толком не понимал. Но благодаря тому, что у меня инструктор был супер, я действительно расслабился. Я был сначала лето, потом были облака. Ничего не понятно, но земля сверху смотрится просто шикарно. И боюсь, что одного вот этого глотка неба мне теперь будет недостаточно. Так что я думаю, с соколом мы еще будем дружить и дальше. И, может быть, однажды случится, что я прыгну и сам. Обязательно. Дышите небом. Делайте свой глоток. Григорий Ожигин, Сергей Пермовский. Объективно, ННТВ.